Доброе утро, просыпайтесь вместе с нами в студии Анашамбадал Дмитрий Соловьянов. Тема эфира сегодня, день вопросов и ответов, и мы, конечно же, продолжаем. И на самые актуальные вопросы мы сегодня отвечаем. Безусловно, один из самых главных вопросов, который волнует граждан, это экология. И у нас хорошие новости, ведь в Челябинске в этом году установят 7 дополнительных постов мониторинга. Да, позволит ли это улучшить ситуацию загрязнения воздуха, поговорим в студии. И у нас сегодня в гостях Виталий Безруков, начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите, наверное, главный вопрос логичный. Зачем нужны эти посты? Данные посты нужны для мониторинга стынями атмосферного воздуха и в том числе для выявления уровня загрязнения атмосферного воздуха. Это главная функция этих постов. Они поделяют каждый пост конкретной точки, где они расположены. На данный момент у нас 11 постов, 8 постов – это Челябинского гидрометцентра, 2 поста – это Министерство экологии, еще один пост – это Роспотребнадзор. А где они находятся, подскажите? Они находятся во всех районах города охвачены. Те дополнительные, которые 7 постов у нас появляются, также будут размещаться. То есть мы охватываем дополнительными постами те районы, где их раньше не было. Например, это район АМЗ, либо Парковый-2, либо это дополнительные посты в Ленинский район. В основном посты размещаем так, чтобы в зоне влияния всех предприятий, которые есть в городе, для того, чтобы оперативно выявить загрязнение и быстро отреагировать. А вот какие интересные вещества они способны выявить? То есть абсолютно все или они только рассчитаны на определенную группу? Нет, посты могут абсолютно все вещества выявить, но они рассчитаны и оборудование рассчитаны на те компоненты, которые выбрасывают наши промышленные предприятия. Это порядка 30 компонентов общих, 10 компонентов мы меряем в онлайн-режиме, то есть в постоянном. Остальные компоненты уже по факту, когда требуются какие-то дополнительные замеры. То есть это разные оксиды углерода, диоксиды, азот, сера, сероводород, фенолы. Это то, что некоторая группа людей, мне кажется, сейчас поняла, всем остальным. Это не сильно известно. А расскажите вообще, как вообще это все работает? Чем больше будет постов, тем чище воздух получается? Ну, не совсем это прям так напрямую связано, конечно. Чем больше постов, тем больше мы владеем ситуацией, понимаем, откуда, например, может идти загрязнение, и более оперативнее определить можем источник, и уже выехать, проверить, и какие-то уже наказательные мероприятия. Виталий, а вот в том году я помню, случаи такие были, что многие говорили, что у нас загрязнение в городе существует в большинстве случаев от машин, от того, что машины загрязняют. Эти посты будут как-то выявлять или нет, какое это загрязнение? То есть это от заводов или это выхлопные газы машины? У нас есть передвижные посты атмосферного воздуха, которые триют автомобили, которые как раз вдоль дорог у нас часто мы их ставим, и в том числе замеряем негативное воздействие от автомобилей. В этом случае автомобиль, он связан с некачественным топливом, который заправляет автолюбитель, и там большое содержание серы зачастую. Расскажите, вот сами горожане как-то могут следить за состоянием воздуха? Вот на данный момент мы выстраиваем общую систему не только атмосферного воздуха. У нас в будущем, я думаю, к началу следующего года появится специальный ресурс, на котором все посты можно будет смотреть. А вот сейчас уже можно ежедневно мы размещаем данные мониторинга воздуха на сайте Министерства экологии. Спасибо большое. Я думаю, мы все радуемся, что у нас плюс семь постов мониторинга. У нас в гостях, я напомню, был Виталий Безруков, начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области. Ну что ж, на один вопрос мы уже ответили. Вопросы о экологии, они решаемы. Я думаю, что абсолютно всем горожанам будут теперь уже доступны ответы. Но на какие вопросы ответил главный историк страны? Эксклюзивное интервью в репортаже корреспондента программы «Наше утро» Алены Павловой. Давайте посмотрим.